продолжим начнем сначала Галина, добрый вечер Галя, это не ты которую я называю Галинка-малинка ой, какие фотографии ой, сегодня не успел показать твои чудесные эти какая ты у нас умница если это ты это хорошо, если не ты, то все равно Галина вот но в любом случае я вспоминаю твой приезд вот, я вспоминаю как ты уезжал, а снег шел и все равно сбылось, помнишь вот, надо было приехать последний день перед зимой и на второй день всю Сибирь завалил снег было вот, если я говорю с Галинкой-малинкой, Елькиной которая стихи вот которая талантливая поэтесса и еще и садовод передача Гречихина всем доброго вечера брат железов Дравия Федосеева Дравия Алексей у вас который час если вы меня спросили то разница с мужской четыре часа Виктор Казаков всем здравствуйте вы правильно спросили у меня бывает такое что очень поздно рассказываю как анекдот час ночи два ночи здравствуйте вы не спите это даже вот это слово когда ночью звонят и говорят вы не спите это даже анекдоты перешло помните русские это такие эти русские значит мне в час два ночи звонят вы не спите я говорю уже нет вот да простите пожалуйста что я вас разбудил а скажите вот эти вот это вот это будет не будет без того чтобы отключиться это и дальше разговор а я молчу потому что а что мне делать иначе денег не заработаю понимаете вот ну подумаешь потом днем досыпаю днем тоже поспать удовольствие Бухтияров привет с Казахстана Казаков здравствуйте так Алексей Краснобор тут ладно Татьяна Комсомоль на море всем здравствуйте Валентина Курган добрый вечер Алексей приобрел о себе книгу три восклицательных знака очень интересно читаю отрывками на случайных страницах а кстати ой слушайте вы знаете вы мне я пытался рассказать потом думаю отримут за какого-то ненормального я тоже читаю на случайных страницах у меня случилось так значит это такое описание на эти знак свыше во первых было несколько я не читал Мичурина и гордился этим понимаете то есть ага раз я не читал Мичурина вот эта литература там присадят находиться проще там хороший совет дерьмовый совет смертельный совет хороший совет дерьмовый совет глупый смертельный хороший глупый смертельный вот так вот это продолжалось десятилетия а настоящая наука это допустим Мичурина а я его не читал и читать не собирался и вдруг откуда у меня сейчас вот столько такая стопка Мичуриных присылали берут присылали мне не надо вам пригодится мне не надо вам пригодится самое ценное я вам показывал без обложки без многих страниц изъедена по краям мышами сказал я нашел на помойке выбросил этот библиотека вот там мне больше всего пригодилось объясняю мне многие из вас не сказать что многие но начитанные споря со мной выдергивали цитаты из Мичурина и говорили а Мичурина наоборот и я так начинал знакомиться с Мичуриным оставаясь при своем мнении с тех пор и до сих пор только при своем Мичуриным 50 на 50 половину согласен половину нет вот но с гигантским уважением к подвижнику так с гигантским уважением зато иначе вообще садоводство было бы забыто если бы нам все время не говорили Мичуриный Мичуринский метод Мичуринский это совсем было бы садоводство в загоне спасибо Мичурину и вот изучал так далее потом у меня было несколько случаев когда я думаю ну все таки начну Мичурина подхожу беру вот такой толщины вот они лежат потом в ужасе открываю думаю господи у меня ни сил ни времени у меня я уже давно знаю все что надо знать для практического садоводства а у него язык тяжелый вы знаете он полемизировал общался со своим кругом он не для нас с вами не для простых дел поэтому у него был тяжелый язык вот и тогда я делал не так вот беру вот так вот книгу вот так вот но это правда не Мичурина открывай и не глядя первую цитату беру переписываю к себе и включаю статью вебинар и не было ни одного случая чтобы я не угадал что именно эта страница и этот абзац играл решающую роль в моей жизни в жизни будущих садов если я на что-то гожусь понимаете как будто рука привидения заставляла открывать на странице 121 на конкретном каком-то абзаце вот это было теперь возвращаю к вам Алексей приобрел себе книгу это моя жизнь читаю рюк на случайной странице я не стану обижаться что на случайной странице продолжайте поверьте если вы у вас есть как у меня связь с небом вы открыли они не случайны а специальны Ирием добрый вечер всем косточками не торгую ладно так книгу последнюю прочитал бесценный труд последнюю значит вот эту я еще раз покажу вот она еще раз покажу с тех пор я сейчас хочу не отчитался перед оценкой я расслал книги тем кто их вы собирали деньги и люди заранее платили я им все рассчитался до сих пор у меня заказали две книги две и одна и это пока все вот ну считывая что их там лежит только у меня еще половину мне прислал их было 1200 200-600 мне 40 разнослав остается 560 кажется 40 5 остается 555 короче говоря скорее всего мне книгу одну из не продали положит прямо в гроб чтобы я на том свете или там а там темно в мегеле ну хотя бы идти за символически одну книгу попрошу из этих вот положить мне в гроб ну как символически конечно вряд ли там читать смогу ладно поехали так итак последнюю книгу прочитал Егор Исталовска бесценный труд действительно энциклопедия со всеми ответами часть костики заказа посадил падался часть на искусственную талликацию оставил посадку на весну это я говорю как это называется два этих две корзины с яйцами Лобасова добрый вечер всем свинин привет вот Шостак добрый вечер Елена Тимофеева как называется ваша книга как ее заказать так давайте коротко книга ну еще раз ладно я сам с трудом запрещу садоводство для избранных судьбой продолжение тайны плодовых деревьев тайны плодовых деревьев это энциклопедия этого не танцев показывал отрежет ветку и учат как ее замазывать ай какой должен быть острый инструмент чтобы отрезать вот этот вот не знаю как назвать а здесь наоборот как не резать вот не понимая одно вот эту книгу прочитал в саду практически ничего делать не надо самое минимум ну косить траву три раза за лето четыре где дожди четыре где засуха дико как у меня все равно пришлось а в этом году за засухой всего два раза косил трава осталась на земле раз трава осталась на земле значит подкормка сделана все вот перекопывать не надо потому что это уничтожение плодородия это плюс какой вы понимаете за каждый такой совет если бы я был балкан я говорю с пол-литра с тебя там это самое Елена Тимофеев потому что я вас избавляю такого каторжа опрыскивать не надо если это самое не опрыскивать никогда если здоровый сад ни одной тлинки нет на абрикосах ни одной тлинки нет на сливах венгерках ни одной тлинки и грибочка кстати которую якобы нужно уничтожать не уничтожайте грибы уважайте их кланяйтесь им ни одной тлинки нет на вещах несколько за всю жизнь ни одной тлинки нет на черешах ни одной тлинки нет на персиках я вчера только делал фотографии персиковых дальше ни одной тлинки нет на грушах остается яблони и сливы ринклоды ну там куда денешься вот они сильно поддаются и все равно беречь каждого муравья раз беречь каждого муравья яды не покупать солярку не покупать уксус не покупать эти самые это же недолго несколько минут и огорожен этот муравейник и не уничтожать муравейник унесешь будь сидел как минимум вот таким образом я ответил теперь как заказать 8 960 766 8672 присылайте каких-то скромных 1500 рублей плюс 200 допустим за пересыл это вот 1700 ну и день дальних края может 1800 если далеко от меня на краю планеты получается ну пусть еще 700 8 960 7776 8672 моя карта сбербанка привязана к этому номеру вот надо будет попросите у меня карту сбербанка можно и так далее вы мне отправите деньги присылайте фамилию это можно смс можно по ватсапу может переписка по этому самому на электронный адрес я вам выслал деньги вот мой адрес раз телефон два вот фамилия 83 через недельку вы уже будете читать так как я это самое Егор Толск я же его не подначил что это бесценный труд это он написал бесценный труд что это действительно энциклопедия вот просто есть люди непредвзятые вот если бы видели эту энциклопедию вот что я вам показывал это милая женщина с такой улыбкой вычатся уничтожать деревья как они понять что каждая рана это уничтожение дерева каждая перед зимой что вы творите побелить вот еще раз про побелку я не все сказал но не могу успокоиться брат мне ругать будет надо только позитиве вот брат он это и брат чтобы ругать вот побелили впереди зима даже зимнее солнце греет темно-коричневая почти черная кору греет греет вы побелили вы знали или не знали о том что белый цвет отпихали вы же в физику проходили я уверен что те девчонки у них по физике была двойка но переправили на тройку чтобы их не выгнали со школы а потом они в институты поступали в университеты как дети мережут греет даже зимой греет есть отрицательный результат смотрят со стороны солнца разобойно ах давай берите я знаю очень умного человека он берет только с южной стороны я молчу у него прекрасно выражает но вы же не побелили с южной стороны вы на высоту два метра вот так вот все а потом еще учат жирная должна быть прилипать как кислород будет попадать через кору это его предназначение коры чтобы к ней туда внутрь ведь она же дерево оно очень сложное устройство имеет ну откуда им знать об этом надо распилить его надо увидеть годовые кольца вот надо все увидеть надо увидеть кору вот все 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 слои надо увидеть все надо увидеть вот ну что ты будешь делать когда это когда слово камби вот сейчас возьми поймай ее вот эту которую я в главе написал а просто на улице скажи так что такое камби и тут она красивая глазка захлопает скажет я тебя это слышала но уже точно не помню понимаете а уничтожить камби а он уничтожается тем что побелили густо все поры доедены забиты их миллионы пор забиты остановлена теплоотдача остановлена теплорегуляция она как работает разно когда мороз когда тепло когда зной когда дождь все по-разному работает это же кора она дышит я вам показал специально этого мальчика золотого которого покрасили он умер это исторический факт а вы гробите миллионами деревья еще гробим дальше вот и что получается как ее заказать эту книгу 8 960 776 867 я когда рассказывал про орехи я сказал ни одно заказа не будет ну про 20 штук заказали ну богат себя не стану особо вот так же было и про те книги до сих пор еще книга записки самые важные которые для людей простых написано там два этих самых робинские премии хотя бы из любопытства одну бы книгу но я высылал а им не надо ну тут любой ученый в ранге синкора вот просто профессор взял бы заказал прочитал бы и что бы было бы он бы написал Константинович а давайте так я Иванов вот мой этот самый начальник там замминистра Петров вот а еще зам этого самого президента именно Уксидоров а вы будете четвертым или восьмым давайте быстро все это издаем и это по усердному искупить да конечно за Россия же получит а в книге все разжевано и он должен продать только продать научный язык перевести идем дальше заказывать номер я вам продиктовал Алексей отвечу Алексей ответит ну-ка я ничего пытаюсь не приобрел себе книгу Алексей Алексей пишет отвечу а наверное он хочет чтобы с кем-то общаться ну допустим посмотрим где он ответит Павел Троценко ну-ка ну-ка а ну это значит Троценко рекламировал книгу вот Алексей что-то может он просто показывает где он добыл книгу и чтобы другие добывали так наверное Алексей вот это наверное потому что это адрес Павла Троценко который является редактором этой книги а пишите Павлу он занимается распространением вот спасибо Алексей вы за меня ответили но еще проще он мне пришлось 600 книг чтобы я их распространял вот достаточно моего телефона вот Алексей эх нужно убегать ничего далеко не убежите муза всем доброго времени суток я получил отдельно спасибо за подарок и за поздних косточек а я всегда так делаю делать не куда но наверное надо чтобы человек все-таки заказал а потом получил больше чем заказом дальше Галина спасибо консервис ну Галина все-таки Маринка или другая вот Галина Тимофеева правильно я поняла что не надо делать ни осень ни весеннюю искореняющую обработку господи вы меня поймали на тупости на неграмотности немедленно немедленно понятие и все пытался не не чувствую что жуткое что-то слово обработка вот так ой а я где же писался почему не написалось ой еще раз тогда извините что-то я не то делал так понятие и понятие и понятие искореняющая обработка вот я попался все оказывается я не все знаю так ну давайте смотреть искать в Яндексе понятие искореняющая обработка комплекс мероприятий на правильную профилактику болезни в рамках конкретного сезона то есть в следующем году новую обработку таких обработок две весенние осенние вот ну а дальше понятно ну все комплекс мероприятия то есть все что мы критиковали вот так а где мы сейчас а мы не тут а теперь второй раз туда надо попадать давайте еще раз туда попадем так бывает выскочить я выскочил вскочить обратно сейчас туда опять попаду устал немножко устал вот здесь мы были так где-то здесь так правильно поняла не надо делать ни осенний ни весенний скорее всего короче все что придумано это фактически уничтожение сада потому что вот все что мы говорили это не оправдывается никакими потребностями дерева вот дереву не нужно а то чем больше режем тем больше оно влада урожать дает перед смертью да дает то есть все таки хоть что-то даст а когда пишут что оно от этого станет здоровее вот а дальше вы видели нет отвечаю не надо делать ни весеннюю скоренящую наводку ни осеннюю вот а вы наверняка уже все это проходили вы знаете многие люди настолько вникли в эту тему но я опять забыл я его один раз показывал вот явно уничтожение деревьев ненужная глупая работа дикая страшная а под ней фантастично круто вот оригинально спасибо огромное волшебник или там волшебница все это и ни одного я таких случаев с братом просмотрел не одну сотню несколько тысяч то что называется комментарий несколько тысяч до сих пор 20 лет воюю и нигде на этих каналах помните там последний был 560 тысяч участников да даже на таких каналах нет ни одного человека который бы написал что это неправда что это надо делать или просто не надо делать гигантские миллионы 10 миллионов 20 миллионов дальше массив людей он к нам с вами не имеет ни малейшего отношения вообще это другой мир в него попасть невозможно брат мой попробовал грязи по самые уши помните все подробно ведь каждое слово было перекопировано и показано вам типа два было три брата два уных один футболист вот такого типа это самое мягкое давайте смотреть что дальше будет итак не надо делать никакой искоряющей обработки так итак итак